Сегодня День Конституции России. Основной закон в ныне действующей редакции приняли ровно 25 лет назад. Всего же в нашей стране было пять конституций. Четыре в советское время и современное, принятое в 1993 году. 25-летию основного закона посвящен прием в Кремле по приглашению президента России. В нем принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он также провел в Москве ряд рабочих встреч. И уже по традиции в День Конституции в России проводят прием граждан. Руководители министерства и ведомств принимали прямо на рабочих местах. Попасть к ним можно было без записи. Без записи к министру. Чтобы пройти, предъявить паспорт. 101 кабинет на первом этаже. Общественный прием написан там. Можете проходить. К министру здравоохранения из года в год в дни приема выстраивается очередь. Вот у меня возникли вопросы. Я явился к Викторову. У меня пара вопросов к нему. И личного характера, и общественного. Мы можем свою волю изъявить, просить, требовать. В общем, хороший день. За разъяснениями приехал в Минстрой Анатолий Смелов. В его деревне яро-косы, что в Маргаушском районе мусорных контейнеров нет. Мусор не вывозят, а счета приходят с завидным постоянством. Много. Это целая фура, можно сказать. Мусора. Если только продукции ты, наверное, не соберешь. 15 кубов. Я не согласен с этим количеством, объемом. И тарифами получается очень много. Для моей семьи почти 7 тысяч заплатить надо в течение года. У меня в семье 7 человек. Получаю 66 тысяч в год зарплату, грубо говоря. Я опекун, 5500 мне платят. А больше я не имею права работать. Где реально мусор не вывозится, жителям сделают перерасчет. А в некоторых населенных пунктах пока организуют вывоз по определенным дням и часам. По контейнерным площадкам. Сейчас перед всеми администрациями, с учетом того, что места будут определены, сейчас поручение дано, чтобы они оборудовали эти площадки за счет средств местного бюджета. Органы местного управления должны это сделать. В части оснащения контейнерами мы сейчас собираем данные, чтобы помочь это сделать за счет средств республики. Кроме того, сейчас услуга вывоза мусора входит в коммунальные платежи и можно подать документы на государственные субсидии. За помощью в обустройстве спортивной площадки в своей деревне приехал Валерий Михайлов. До ближайшей школы со спортзалом от Нижних Хачиков 3 километра. Мы хотим футбольную, баскетбольную площадку сделать. Вот здесь магазин, тут этот самый переулок. Вот здесь хотим сперва мост сделать сюда, а вот сюда площадку хотим мы сделать. Тут кругом деревья, сосны, ели там. Очень замечательно и для дышать, чтобы хорошо. А на данный момент в деревне ничего такого нет, да? Вот здесь моста нету. Нет, я имею в виду спортивного сооружения. Спортивного ничего нету? Эту ситуацию попробуем оценить. Посмотрим там, какие могут быть предложения. Координат вас оставите. И мы с вами буквально в ближайшее время попробуем связаться. Может быть даже с выездом туда, к вам в деревню. Прием у всех руководителей и госслужащих непрерывно с 12 дня до 8 вечера. Все собранные за день предложения, просьбы, жалобы, личные и телефонные передадут в управление президента России по обращению граждан. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.